Мерзкая правда, спустя годы брезгливым лучше не читать. Лещенко заявил, что Пугачёвой всегда были интересны скандалы. Народный артист РСФСР Лев Лещенко объяснил, почему певица Алла Пугачёва часто оказывается в центре скандалов. Лещенко отметил, что вокруг него никогда не ходили разного рода слухи, потому что они ему притят. По его мнению, публичный человек не должен рассказывать о своей личной жизни, чтобы у поклонников был повышенный интерес к артисту. Однако, по словам певца, у Примадонны на этот счёт всегда было другое мнение. А вот Пугачёва чувствовала, иначе ей были интересны скандалы, и она великолепно умела этим пользоваться. Певец рассказал, что познакомился с Пугачёвой около 50 лет назад. Лещенко назвал её разнообразной артисткой, которая никогда не повторяет себя ни в жизни, ни в творчестве. Он добавил, что актёрское мастерство Примадонны отлично помогает ей скрывать на сцене свой истинный, спокойный и закрытый характер. Несколько месяцев назад переехавшая в Израиль Алла Пугачёва страдает от отсутствия внимания со стороны поклонников. На родине Примадонна привыкла купаться в славе, однако за границей она мало кого интересует. Видимо, этим можно объяснить странные и патажные поступки супруги Максима Галкина, которые она себе позволяет. На днях Алла Борисовна закатила скандал прямо на кинопремьере. Об инциденте в своём телеграм-канале сообщил экс-депутат Госдумы Роман Худяков. По его сведениям, Пугачёва позвали в небольшой кинотеатр, где проходил показ камерной ленты. Сразу же после фильма исполнительница хита «Миллион алых роз» вскочила со своего места и сиплым голосом стала кричать на весь зал. «Я хочу продолжение, нам надо продолжение, да?» – обратилась к присутствующим жена Галкина. Зрители сразу смутились из-за неуместного поведения звезды. Находившийся в зале режиссёр скромно заметил, что продолжение не предполагается, а это законченное произведение. Однако Пугачёва такой ответ не устроил, а я требую. Похожей замашки сообщает Худяков. Певица позволяет себе и на улице. Не так давно она набросилась на людей, которые её не узнавали. А ещё чуть раньше устроила драку на входе в элитный ресторан. В целом Пугачёва в Израиле мало кого интересует. Вот и жила бы тихо, но звёздная болезнь то и дело даёт о себе знать. Забвение при жизни – то, что ждёт Пугачёву. Возвращаться ей некуда, народ не простит. Она активно банит людей, называя их луями, рабами, холопами. А сама уже никто с мужем-негодяем, который предал родину, заключил бывший парламентарий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова